По сути, это даже не инстинкт, это как такая природная наркомания. Всё это работает и фиксируется с детства. Качество вашей жизни кратно улучшится, вы станете спокойным. Многим помогает, особенно детям, да и взрослым тоже. Всё эти две простые рекомендации, которые вы введёте в свой обиход, особенно первые. Мир вашему дому на связи доктор Карматский, его целебная книга есть в книжных магазинах, есть на моём сайте в интернет-магазине, если вы хотите с моей личной подписью. И у меня к вам вопрос. Почему, если гладить кошечку, собачку или какое-то другое млекопитающее, и ему будет хорошо и комфортно, ну если оно вас не боится, то ему будет нравиться, будет приятно, что его гладят, и оно будет позволять себя гладить. А если гладить, скажем, ящерицу или крокодила, то ему будет или всё равно, или неприятно. Правильный ответ в том, что чем более высокоразвитое существо, тем лучше и активнее оно, как правило, заботится о своём потомстве. А как оно о нём заботится? Оно его кормит грудью, прижимает к себе, оно его защищает, оно с ним живёт, спят они в одной кучке и так далее. Таким образом, детёныш с детства закрепляет такой некий рефлекс, граничащий с инстинктом, да, что когда я к чему-то прижат, и кто-то рядом, это безопасно, комфортно, спокойно, можно спать и так далее. Есть контакт? Есть выработка определённых веществ в организме. Окситоцин, серотонин, дофамин, куча всяких нейромедиаторов и так далее. Есть контакт? Есть выработка. Нет контакта? Нет выработки. А у остальных, там более примитивных, скажем так, живых существ на планете Земля, такого механизма нету. И, например, какие-нибудь рептилии, там, змеи или ещё кто-то, для них вы, даже если они к вам тянутся, в лучшем случае они могут запомнить, что вы излучаете тепло, да, поскольку они хладнокровные, то им всегда хорошо там, где тепло. Вот они к вам тянутся, могут лежать, но и то не все даже это осознают. А взять, например, какого-нибудь там паука, его вообще не рекомендуют собрать в руки, даже если это можно и безопасно. Почему? Потому что взятие паука в руки для него это стресс. Стресс, он начинает счесывать волоски, потом у него спина там, с дырками, с такими, ну, мы знаем, да, что теряют волосы с индивидуумом на планете Земля, значит, это конфликт разлуки, он хочет разлучиться с вашими руками, для него это стресс. Если я возьму в руки котёночка, ему хорошо, он у вас даже уснёт, ему безопасно. Что на ваших руках, что у мамы рядом с титькой, везде хорошо, он чувствует тепло, что кто-то рядом, окситоцин, он успокаивается, всё классно. Паук наоборот, да, у него такого механизма нет. У человека этот механизм развит очень сильно, и его можно и нужно использовать. Есть даже, например, такой, ну, не способ лечения, да, но способ первой самопомощи при начинающейся панической атаке. Если у человека начинается какая-то тревога, страх, беспокойство, то, что обычно называется панической атакой, если этого человека сильно обнять, сжать, сдавить, прям сдавить хорошенько, сдавить руки, плечи, рёбра, живота, ещё хорошо, если поджать ноги, а ещё лучше, если положить его в позу эмбриона, то, ну, скажем так, количество и сила симптомов будут резко уменьшаться, чем если он будет просто ничего не делать в какой-нибудь случайной позе. То есть, ещё раз, если человека в момент тревоги обнимать, то тревоги становится меньше. Если человек не может уснуть, например, и мы его приобняли, ему комфортно, чувствует себя под... Всё, сразу же возвращается интуитивно, на инстинктивном уровне, куда-то в детство, куда-то, где его убаюкивали, укрывали, клали поспать и так далее. Засыпает гораздо быстрее и эффективнее. То же самое с животными. Не пытается уснуть где-то, если может уснуть прижатый к нам, да? Ножкой, попой, спиной ещё как-то пытается прижаться. Всё это инстинкты. По сути, это даже не инстинкты, это как такая природная наркомания. Или наркомания. Наркомания, наверное, но если что, Галя исправит. Короче, индивидуумы на планете Земля, снабжённые этим механизмом, как наркоманы, стараются этот окситоцин где-то получить. Обниматься, держаться за ручку, целоваться, спать вместе под одеялом. То есть, вызывают сами в себе выработку этих веществ, и это можно использовать. Даже ребёнка можно удерживать разными способами, по-разному. Например, способ удержания, который называется кенгуру, он более эффективен, чем какой-то там, например, другой способ, да? Или держать его просто за ручку, или держать его рядом. Или вообще ребёнок, бывает, не может уснуть вообще, если он не чувствует контакта с мамой. Достаточно маме просунуть ручку там в его кроватку, всё, контакт с рукой есть, или мама рядом, ребёнок сразу засыпает. Мама убирает ручку, потому что тоже уже устала, хочет поспать, и ребёнок сразу орёт. Всё это работает и фиксируется с детства. Поэтому запоминаем правило номер один. Если есть возможность обниматься, надо обниматься. Есть большое количество статистических данных. Эти обнимались, эти не обнимались. Эти живут поодиночке, эти живут вместе. Эти ругались, а эти жили душа в душу, за ручку, в обнимку и спали вместе. Вот эта вся категория болеет меньше, живёт дольше, и отличается в общем и целом лучшим здоровьем, ну, качество жизни у них лучше. Поэтому правило номер один. Если есть возможность получать какой-то телесный контакт, да получайте вы его себе на здоровье. Есть возможность подойти кого-то, приобнять, приобнимите, взять за ручку, возьмите. Есть возможность поцеловать, поцелуйте, и это хорошо. И даже когда приходят ко мне всякие всевозможные эзотерики, все мне подтверждают одно и то же. Если у человека там сердечная чакра не дорабатывает, простой способ, ходим и всех подряд обнимаем. И даже я когда-то в своё время давал, когда вёл живые приёмы, людям давал простейшие задания. Допустим, у человека тревожность такая, что он на улицу выходит, и ему сразу в туалет надо бежать по-большому. То есть кишки вообще не работают нормально. Не так, как должны были бы. Я давал простой механизм борьбы с тревожностью. Заставлял человека сделать 10 обниманий в день. Если у вас тоже с этим проблемы, попробуйте начать с простого. 10 обниманий в день. Кого вы будете обнимать, абсолютно всё равно. Но к концу дня вы должны накопить 10 обниманий. Можете обнимать кассира в пятёрочке, можете случайного прохожего, можете с другом, можете знакомого, можете любимого человека. Без разницы. Можно прям подходить и спрашивать. Простите, пожалуйста. Можно я вас обниму? Мне это сейчас очень нужно. Ну, 2-3 случаев человек не откажет. Он будет видеть, что вы с открытыми ладошками, от вас не излучается, не исходит какая-то опасность. Да, он разрешит вам себя обнять, ничего страшного не будет. Понятно, что у вас будет сердце колотиться, тревожность будет шпарить. Какой там он говорит окситоцин, да? Наоборот, вы из состояния покоя перейдёте в состояние ещё большей тревоги. Ну, это поначалу, да? Зато потом вы поймётесь, что люди не излучают опасность, что я могу себе позволить и это, и это, и это. Общий уровень тревожности снизится, а общий уровень серотонина и окситоцина повысится, и качество вашей жизни кратно улучшится. Вы станете спокойным, или спокойной, да менее тревожной. Вы станете более социализированы, вы станете легче и проще сближаться и коммуницировать с людьми. По работе, в личной жизни, в социуме. Всё это очень полезно, и за всё это в том числе отвечает блуждающий нерв, с которым тоже нужно работать. И у нас даже есть отдельный ролик, который так и называется «Борьба с тревожностью». И может быть, вот здесь вот сейчас появится такая штучка, по которой его можно будет найти. Правило номер два. Остались вы дома один. Некого обнимать. Ну, не пойду же я стучаться к соседу и говорить «Давай я тебя там пообнимаю». Тем более, если человек очень неприятный. Не старайтесь обнимать неприятных людей. Многим помогает, особенно детям, да и взрослым тоже. Вот если просто ляжет спать, не может заснуть. Просто ляжет, не может убрать тревогу. А если ему подсунуть кого-то или чего-то, что он мог бы вот так обнять, то есть сразу же срабатывает. Срабатывает подушка, срабатывает скомка на одеяло, срабатывает большая плюшевая игрушка, срабатывает кошка, срабатывает собака, да даже попугайчик срабатывает. Все, что угодно, да. Все, что человек может обнять и прижать к себе, обладает. Ну, конечно, не таким классным эффектом, как человек или животное. Но, тем не менее, какой-никакой эффект все равно есть. Поэтому попробуйте, да, в состоянии страха, тревоги, невозможности уснуть или еще чего-то, сделать себе какой-то заменитель, который вы сможете обнять, прижаться и принять какую-то такую позу, плюс-минус похожую с позой эмбриона. Что такое поза эмбриона? Коленочки сюда, локотки, то есть все ноги, руки согнуть, голову подсогнуть, и вот в такой позе на бачку. Все эти две простые рекомендации, которые вы введете в свой обиход, особенно первые, где надо ходить где-то там, где опасно, снаружи, обнимать каких-то непонятных людей. Это будет сильно снижать вашу тревожность, сделать вас более социально активным, более успешным, более классным млекопитающим, чем все окружающие. Поэтому не игнорируем, пробуем, идем, делаем. Кто-то подумает, да ладно, что ерунда, я сделаю, а потом спрашиваешь, ну ты хоть раз-то сделал вообще, хоть один? Нет, не сделал. Почему? И выясняется, что он боится, да? Человек боится. Раз это так просто, пойдите, попробуйте и сделайте. А потом напишите в комментариях или в Телеграм напишите, что да, я там пошел, пошла, попробовала, пообнималась, испытывала такие-то чувства. Пусть люди увидят, что хоть кто-то это делает, и у кого-то такие-то результаты, такие-то ощущения, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, что он там как дурак ходит, кого-то обнимает по городу, а все остальные смотрят на него и смеются, да? Такого не должно быть. Есть какие-то эффективные действия, их надо делать, иначе зачем это все? Как правильно укладывать, обнимать, обворачивать, заматывать, успокаивать пациента, смотрите в специальном бонусном уроке в Телеграм-канале. В любом случае, пойдете вы обниматься, не пойдете вы обниматься, нужно себя похвалить, хотя бы за то, что вы посмотрели этот ролик, даже если вы с ним полностью не согласны, пишите комментарии, чем больше вы напишите, тем будет полезнее для распространения ролика. Нужно себя похвалить, спросите себя, кто молодец, и уверенно ответьте себе, я молодец, а я вас в этом поддержу, и даже мысленно вас, прямо сейчас, через экран, я вас обнимаю. Поехали. Кто молодец? Вы молодец. Кто молодец? Вы молодец. Кто молодец? Вы молодец. Обнял и прижался. Продолжение следует...